Самым резким с августа падением закончили вторник, ведущие европейские голубые фишки. Основные биржевые индексы потеряли от 1,5 до 2,5%. Сильные данные о промышленной активности в США подстегнули слухи о том, что ФРС вот-вот начнет сокращать объемы стимулирования американской экономики. Евро в преддверии заседания правления ЮЦБ в четверг дорожает. Его курс к иене, например, побил рекорд пятилетней давности. Российский рынок акций потерял 1,7%. Помимо негативного внешнего фона, у него есть и собственные проблемы дефицит ликвидности. После отзыва лицензии у Мастер-банка и проблем, возникших у региональных банков, ЦБ еще и ужесточил требования к размеру резервов на случай потерь по потребительским кредитам.